Продолжение следует... 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 кто внес огромный вклад в мирную жизнь. Подрастающим поколениям интересны такие мероприятия. Там они куда ближе знакомятся с прошлым нашей страны. Учатся любить родную землю, как любили ее защитники Отечества. Артур Махцы, Ахмат Чачаев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыс. У природы нет плохой погоды, если урожай свой страховать. В многофункциональном выставочном центре Минвотекс поправили круглый стол на тему агрострахования как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий. Как происходит выплата по страховым случаям и насколько важно вовремя предотвратить или снизить производственные риски, расскажет Майя Хамдохова. Один в поле не воин, а совместное решение финансовых и производственных задач – благодать. Масштабная выставка на открытом горизонте и под ясным небом. Презентации лучших современных отечественных агротехнологий с инновационными методами землепользования. Введением перспектив поделились представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и сельскохозяйственных отраслей. Но природные катаклизмы никто не отменял. И на случай чрезвычайных ситуаций, таких как засуха или заморозки, предусмотрен механизм агрострахования. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. В программе страхования ЧАЭС почувствовали ту важность и необходимость, что все-таки выплаты продолжаются. И страховать – это один из механизмов защиты своих финансовых интересов. Участники «Круглого стола» затронули важную тему по вопросу повышения качества страховой защиты и систему урегулирования убытков. Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов отметил, что в текущем году программа страхования на случай чрезвычайных ситуаций доказала свою функциональность – возможность оперативного возмещения страховых выплат. После уборки урожая будут установлены какие-то реальные затраты. Соответственно, страховые компании будут выплачивать, если этот риск был включен в мультирисковую программу агрария. В связи с ущербом, нанесенными майскими заморозками, 10 регионов России объявили режим чрезвычайных ситуаций в период с 7 по 20 мая. А уже с 17 мая аграриями была перечислена первая страховая выплата. К 20 июня объем выплаченного страхового возмещения за уничтоженные заморозками сельхозкультуры составил 1 миллиард 12 миллионов рублей. Среди спикеров принимали участие и представители органов агропромышленного комплекса. В частности, замглавы Тамбовской области, министр сельского хозяйства Алена Сытова, которая отметила главные условия страховых выплат. Дополнительным мотивирующим фактором является установление прогрессирующих ставок на субсидирование. Так, к примеру, по несвязанной поддержке у нас ставка при условии страхования в 20 раз превышает ставку базовую при наличии договора страхования. На федеральном уровне такие стимулирующие, скажем так, моменты также установлены. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. На Ставрополе прошла благотворительная акция «Большие сердца сотрудников Росреестра». В ней приняли участие коллективы службы управления Росреестра по СКФО, в том числе и представители Карачаева-Черкесии. Акция направлена на размещение в детском санатории Кавминво для лечения летнего отдыха детей из Белгородской области и Донецкой народной республики. Подробности у наших коллег из Ставропольского края. На Ставрополе прошла мультирегиональная акция «Большие сердца Росреестра». В Железноводск, в детский санаторий имени Надежды Крупской приехали дети из особо пострадавших от обстрелов районов Белгородской области и Донецкой народной республики. Лечение и отдых ребятам здесь организовали управление Росреестра по Северокавказскому федеральному округу с 16 трудовыми коллективами управлений и филиалов, входящих в состав СКФО. А также с участием филиала ППК «Роскадастер» северокавказское аэрогеодезическое предприятие. Мы совместно с нашими теруправлениями, проводя данную акцию, преследовали только одно, чтобы наши дети, которые приехали к нам сюда, увидели и поняли, что о них заботятся и хотят, чтобы их детство было, как и у всех других детей в нашей большой России, спокойное, веселое и радостное. С начала СВО, коллективом управления Росреестра по Саруковскому краю ППК Роскадастер было принято решение на постоянной основе оказывать содействие и бойцам, и жителям тех регионов, которые прифронтовые. Поэтому ежемесячно мы стараемся помогать так или иначе. За весь период, который прошел, управление Росреестра поучаствовало в акциях. Если в денежном выражении, то на 3,5 миллиона рублей мы собрали денежных средств и помогали и бойцам, и людям, которые там проживают. Детский санаторий имени Надежды Крупской – одна из старейших здравниц Кавминвод, которая открылась 95 лет назад. Во время Великой Отечественной войны здесь размещали детей из западных регионов страны. Перед самым приходом фашистов одна из медсестер совершила настоящий подвиг – укрыла в тылу детей, которых не успели забрать родители. В разные годы санаторий принимал и продолжает принимать ребят, привезенных из горячих точек страны. Зоны катастроф, военных действий. Сейчас здесь периодически проходят реабилитацию детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Сегодня мы в составе Северокавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России под руководством УКС Николаевича Терракопова являемся той здравницей, у которой современное лечебно-диагностическое отделение достаточно высокого уровня. Поэтому детям, конечно, на протяжении их пребывания будет проводиться комплексное курортное лечение. Прием минеральных ванн, лечебных грязей. То есть полный аспект всех природных факторов, которыми обладает Железноводск. И, конечно, преформированные факторы – это различная физиотерапия. Потом у нас очень большая база гидропартии, потом ингаляторий и много-много специализированных методов. В санатории дети смогут не только подлечиться, но и как следует отдохнуть. В их программе предусмотрели развлечения, спортивные и образовательные мероприятия. Сотрудники управления Росреестра по Карачаево-Черкесской республике и филиала ППК «Роскадастер» пригласили ребят на экскурсию в горы, а сотрудники ведомств из Северной Осетии посмотреть красоты их республики. Сегодня мы принимаем участие на организованное управлением Росреестра по Северокавказскому федеральному округу акции. И хотели бы внести небольшую свою лепту. Будем ждать в нашем курортном уголке, в Архизе, наших деток. А им хочу пожелать мира, добра, счастья, любви и удачи в жизни. Сегодня настолько печальные глазки, они пытаются улыбаться, но хочется, чтобы их глаза действительно сияли счастьем. Пусть дети будут здоровы, пусть дети будут счастливы. Дети – это наше будущее. На сегодняшний день, вот смотришь на их лица, конечно, они грустные, хмурые. Понятно, что для детей это слишком тяжелая нуша, но я думаю, что время пройдет и все будет замечательно, и все будет хорошо, и они вернутся к настоящему, хорошему, красивому детству. По телемосту сотрудники Управления Росреестра по Белгородской области и Донецкой Народной Республике пожелали ребятам весело, используя провести время, найти друзей, набраться сил и энергии. Выражаю огромную благодарность нашим коллегам из Северокавказского федерального округа за приглашение детей на улыбку. Успехов вам, дорогие дети! Встречайте каждый день с улыбкой и верой в свой успех. Сегодня важно организовать детям насыщенный положительными эмоциями отдых, чтобы они забыли перенесенные ужасы. Взрослые рассчитывают, что эти дни, проведенные на Кавказских минеральных водах, оставят в памяти у ребят новые яркие впечатления. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые вносят свой неоспоримый вклад в экономическое, научное и культурное развитие нашей республики. Имя Зарея Мааджиева хорошо известно всем, кто неравнодушен к этническому прошлому Карачае. Много лет дизайнер-модельер занимается возрождением карачаевского костюма. О том, как создается истинная красота, в следующем репортаже. Карачаевское этническое платье как символ чести, гордости, скромности и мягкости. Но как передать в материале все эти черты? Задача не просто сложная. Недаром в старину так ценился труд Залташвейки и мастера по крою. Глядя на платье Заре Мааджиевой, закрадывается мысль об ее особенном секрете мастерства. В разговоре с ней понимаешь – дело в многолетнем опыте, любви к своему призыванию, желании дарить обладательцам Чепкена платье, чувство радости от сопричастности к истокам, настоящему искусству. Наряды дизайнера-модельера отличаются особой декоративностью и сложностью. Раньше парадные платья шили и передавались с поколения в поколение. Нынешние модницы могут смело следовать этому примеру. Каждое изделие Заре Мааджиевой имеет оригинальный рисунок. Мастер еще ни разу не повторялась. В своих работах она зачастую использует карачаевский орнамент, основные признаки которого – роговые завитки, переходящие в трилистник. Раньше рисунок на платье выполнял сакральную функцию – защиту от сглаза, лишь позже став декоративным элементом. Возглавив союз дизайнеров Карачаев и Балкарии, Заре Мааджиева надеется популяризировать этнический костюм, способствовать развитию родной культуры. Это мастер-классы. Мы меняемся, обмениваемся опытом. Девочки из Кабардино-Балкарии плетут галлоны, делают разнообразные кисти, шапочки под стрину такие делают. Здесь вы видите к моим платьям представлены платки, которые девушка, одна из этих девушек, вяжет сама вручную. И она мне их предлагает к моим платьям. Участник и победитель различных конкурсов в России и за рубежом Заре Мааджиева вместе с Зимфирой Бекбулатовой, тоже представлявшей союз дизайнеров Карачаев и Балкарии, совсем недавно стала почетным участником 40-го юбилейного празднования Дома моды Славы Зайцева в Москве. Программа включала в себя множество мероприятий. Посещение музея одежды мастера, знакомство с его поэтическим творчеством, встреча с коллегами из России и других стран. Всего в Доме моды было представлено 15 коллекций. Почетную миссию поставить финальную точку в праздновании юбилея предоставили нашим мастерам. Поднародную карачаевскую музыку Гапалау в исполнении Руслана Качиева на позиум вышли модели в платьях, являющихся частью культуры и гордостью карачаево-балкарского народа. Извершающая коллекция сегодняшнего показа моды с карачаево-балкарским акцентом Кабардино-Балкария, Карачаева-Черкесия. Дизайнеры Зарема Аджиева, Зимфира Викбулакова. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Платья с вышивками ручной работы никого не оставили равнодушным. Высокую оценку мастерства дизайнеров дала и председатель Ассоциации модельеров России Валентина Мельникова. Это по ее инициативе карачаево-балкарские платья завершали празднование. Особую радость показы доставили и самому мастеру Вячеславу Зайцеву. Но когда он в этой атмосфере, он ожил, он светился счастьем, он сидел хлопал, потому что действие происходит на подиуме. Он просто был счастлив, что вокруг него все это кружится, что это кружится и движется все в его доме. Он говорит, что в третьем тысячелетии я не ожидал, что мода будет настолько однообразной. И только в национальной одежде можно проявить, показать красоту. Создавать эту самую красоту Зарема Аджиева начала с юности, если не сказать, что с детства. Ведь первое платье для куклы было шито из маминой занавески в пятилетнем возрасте. Судьба девочки была предопределена. Она получила два образования, преподавала технику шитья, но желание создавать карачаевские этнические платья не отпускала. В семье вместе с традициями бережно хранилась и реликвия – серебряный кемар, пояс. Через годы он украсит шитое ею платье. В каждом из них колоссальный труд и душа мастера. При виде ткани мысленно уже разрабатывается рисунок. Вручную он наносится бисером, а то и жемчугом. Применяется техника золотого шитья. Каждое из платьев – произведение искусства. И сегодня мастер, несмотря на наличие помощницы, отслеживает весь процесс. Шьет и сама. Ответственна во всем она верна принципу «хочешь сделать хорошо – сделай сам». Карачаевское этническое платье не допускает фальшивого формального отношения. В нем душа народа и душа самой мастерицы. Шерифат Лепшокова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В республике проходит акция «Судебные приставы детям». Дан старт специальному проекту о взыскании алиментов. И сегодня гость нашей программы – судебный пристав. Исполнитель Черкесского городского отделения судебных приставов по Карачаево-Черкесии Людмила Чучаева. С ней беседует Белла Джозаева. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Здравствуйте, Людмила. Сегодня у нас такая важная, актуальная и для многих людей очень такая, можно сказать, неразрешимая проблема и тема – это алименты. Скажите, пожалуйста, как можно по закону подать на алименты? Если отсутствует соглашение об уплате алиментов, взыскательница может подать и в суд обратиться в приказном варианте, или же подать исковое заявление. В первом случае решение получается судебный приказ о взыскании алиментов, который выносится судьей единолично. Во втором случае выносится решение суда, выдается исполнительный лист, и взыскательница при получении исполнительного листа обращается в службу судебных приставов для принудительного исполнения. А можно ли изменить размер алиментов? Изменить размер алиментов можно при изменении материального и семейного положения. Любая сторона – и должник может обратиться, и взыскательница имеет право обратиться. То есть нужны основания. Если изменилось там семейное положение, или замуж вышла, или что у нас на практике больше часто встречается, что должник женится второй раз, у него семья, у него дети в новом браке, и он обращается в суд за изменением, за уменьшением размера алиментов. Что нужно делать, если ребенку уже исполнилось 18 лет, то есть он уже совершеннолетний? Если ребенок, на содержание которого уже совершеннолетний, если задолженности нет, то исполнительное производство прекращается в связи с совершеннолетием. По решению суда алименты взыскиваются по день совершеннолетия. Если же в исполнительном производстве все-таки имеется задолженность по алиментам, текущие алименты исполнительного производства прекращаются, вносится постановление о расчете задолженности по алиментам и возбуждается новое исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам. Там получается предмет исполнения меняется. Не ежемесячные платежи, а задолженность по алиментам. Какое наказание грозит тем должникам, которые уклоняются от алиментов, которые не выплачивают их. При неуплате алиментов должник в первую очередь привлекается к административной ответственности. Когда же наступает этот административный период? Два и более месяцев с даты возбуждения исполнительного производства, если должник не платит алименты, вносится постановление о расчете задолженности, если имеется задолженность. Должник привлекается к административной ответственности по статье 5.35 КУАП РФ. Какие последствия, то есть решением, постановлением суда, он привлекается от до 115 часов обязательных работ, или же санкция идет от 10 до 15 суток, административный арест, если должник не может, к нему, к этому должнику не может применяться ни обязательные работы, ни административный арест, то есть, например, если должник имеет инвалидность, то к нему применяется административный штраф в размере 20 тысяч рублей. А вот бывают же такие ситуации, когда неизвестно, где находится должник, что нужно делать в таком случае? Если неизвестно местонахождение должника, то в отношении этого должника судебный пристав-исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительное производство, взыскание алиментов, объявляет в розыск, вносит постановление об объявлении в розыск. Розыском занимается судебный пристав-исполнитель по розыску, проводит розыскные мероприятия. Если должник находится в розыске уже более года, и судебный пристав по розыску дает справку, уведомляет взыскателя, что никакие розыскные мероприятия не дали результат, если должника не находит, то судебный пристав по розыску уведомляет взыскателя, что она имеет право обращаться в суд, чтобы должника признали без вести отсутствующим. Людмила, скажите, вот если в семье, допустим, не один ребенок, их несколько, двое, трое, как в таком случае платит алименты бывший супруг? Размер алиментов устанавливается, если у должника есть стабильный официальный доход, то согласно семейному кодексу на содержание одного ребенка устанавливается размер 1,4 части от доли заработной платы или иных доходов. Если у должника 2, 2 детей, тогда 1,3 части. Если трое и более детей, тогда 1,2 половина зарплаты или иных доходов. Какие алименты должен платить супруг, если он нигде не работает? Это первая часть моего вопроса. И второе, если ребенку уже 18 лет, но нетрудоспособный, что нужно делать в таком случае? Если у должника нет стабильного дохода, то есть он нигде не работает, не является пенсионером, тогда взыскательница обращается в суд о взыскании данного должника в твердой денежной сумме. Там в основном у нас на практике получается, что решение выносится в соразмерности прожиточного минимума по Карачаево-Черкесской республике. Бывает так, что по каким-то причинам родитель лишен прав, родительских прав. Он должен тогда платить алименты? Лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов. В своем случае родитель, который лишен родительских прав, он не имеет права получать никакие привилегии от государства, пособие, если имеет детей, получать какие-то льготы. Он уже не получает. Он подавать на этого ребенка, на алименты, как престарелый родитель, тоже не имеет права, но лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов. Ну что же, Людмила, я благодарю вас за полную информацию. Спасибо вам и удачи в работе.